Начну я сегодня с бомбической новости. То, чего ждали 12 лет, вызвало волну негодований, а именно анонс игры по вселенной Half-Life, VR-игры. Ну, то есть... Мы рады представить Half-Life Alyx, нашу флагманскую VR-игру, в этот четверг в 21.00 по московскому времени. Не можем дождаться, чтобы поделиться всеми подробностями с вами. Прошло 12 лет с выхода игры Half-Life 2, эпизод 2, и как бы пользователи ждали, ну как бы, продолжения серии игр, а получили игру с подзаголовком Alyx, который, ну как бы, не имеет порядкового номера, а значит, он как бы не будет являться полноценным продолжением. Хотя напомню, что ждут продолжения, так как вторая игра оставила зрителя иметь дело с клиффхенгером. К тому же, далеко не у всех есть шлем виртуальной реальности. На начало 2019 года только 0,8% пользователей Steam обладали данным девайсом, то есть у меня, например, нет. У меня тоже. Ну и понеслась. Пользователи наклепали картинок и всячески выражали недовольство, как бы после столь долгого ожидания в надежде, как бы, продолжения истории. Ну то есть это как разочаровать ожидания, а потом еще раз. В общем, будем следить за подробностями и новостями от Valve, и, может быть, на том конце, как бы, учтут возросшее недовольство и как-то прокомментируют ситуацию, хотя, как бы, вероятность этого крайне мала. Ну и есть мнение, что уже по-настоящему особо никто не ждет третью Half-у. Ну а меня зовут Елена Рассохина, и спасибо за тысячу комментов под прошлым выпуском. Саша очень старалась. Поэтому зацените прошлый выпуск, ссылочка будет в описании, ну или если это плейлист, то, наверное, вот туда или вот туда, ну, в общем, найдете. В общем, поцените, лайк поставьте. Кстати, а этот выпуск не помогала Любушка-голубушка создавать. Вот она тут сидит, но она спряталась. И, кстати, мы когда созванивались, там, обсуждали новостишки, возникла как бы идея, потому что мы когда-то на постоянной основе с Любушкой-голубушкой делали не новости, но в кадре вместе мы так и не появлялись. Да, и вот мы задумали провести выпуск вместе. Короче, дайте как-нибудь знать в комментах, насколько вы рады этой задумке. А пока поделюсь своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. А бывало ли у тебя такое, что хочется купить что-то классное в онлайн-магазине США или Европы, а в России доставки нет? Что ж, не беда, ведь на помощь приходит Бандеролька, спонсор сегодняшнего выпуска. И теперь не стоит волноваться о сохранности покупок или времени доставки. Заказывай товары из любых магазинов США или Европе и получай их в сохранности прямо у дверей дома. Бандеролька — это твой надежный друг в США. Они принимают твою посылку на складе, о котором, кстати, можно глянуть клевое видео на их сайте, надежно упаковывают и пересылают тебе. Ну, конечно же, с номером для отслеживания и возможностью застраховать посылку. И вы же помните, что близится Черная Пятница? 29 ноября во всех онлайн-магазинах будут суперские скидки вплоть как бы до 80%. По сравнению с Россией, в Америке и Европе гораздо реже завышают цены перед началом распродажи. Так что в этот день будет особенно выгодно заняться онлайн-шоппингом, о котором Бандеролька тоже позаботилась. У них есть помощь при покупке, которая поможет разобраться даже с самыми непонятными иностранными сайтами. А если возникнут вопросы о системе доставки, служба поддержки Бандерольки всегда готова помочь. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся на сайте Бандерольки и наслаждайся удобным надежным шоппингом. А теперь к остальным новостям и истории. Может сказать, еще не в курсе, например, как была я, но многие университеты по всему миру выложили в сеть бесплатно или частично бесплатно свои курсы. Сотни своих курсов. Новость получила такой резонанс в последнее время, так как за последние 4 месяца в данном мероприятии приняли участие 190 университетов с более чем 600 различных бесплатных курсов. А за последние 6 лет это аж 800 университетов и более 10 тысяч боков. И это я сейчас не смешно сказала на манер, как люди говорят гогли, так их реально зовут, а расшифровываются как большие открытые онлайн-курсы. И все эти курсы разделены на целую кучу категорий. То есть от науки до искусства, то есть там всякое программирование, математика, там наука данных, гуманитарные науки, социальные науки, образование и обучение, здравоохранение, медицина, бла-бла-бла-бла-бла. Вот много вот здесь вот будет, скорее всего, большой список. И, по-моему, идеи предоставлять бесплатный доступ к учебным материалам по разным темам, это круто, потому что есть возможность в домашних условиях узнать что-то новое и полезное для развития. Ну, если, конечно, дастся оторваться от мемасов. Есть такая проблемка, да? Может, кого-то потолкнет к новым свершениям или интересу о том, что раньше оставалось незамеченным. А я считаю, что образование должно быть бесплатным, и возможность его получить должна быть у всех. В другой момент было бы желание, время и силы. А теперь актуалочка, то есть то, чего пользователи ждут уже долгое время. И это не то, чего ждут долгое время из первой новости, а совсем другая штука. В начале 2020 года, это как бы уже совсем скоро, во Вконтакте появятся дизлайки. Возрадуемся. Тучу времени народ просил в Фейсбук ввести подобное, а получили эмоции типа, ух ты, супер ха-ха, которые как бы ни о чем. А вот и картиночка про данное негодование пользователей. В общем, во Вконтакте, по примеру, Ютуба рядом с кнопкой нравится, появится кнопка не нравится, чего нет, по сути, нигде, кроме Ютуба. Ну, может быть, я просто плохо смотрю в интернете. В общем, может быть, и другие потянутся. А пока остальные ребята типа Инстаграм и Фейсбук тестируют новые функции по скрытию лайков. Ну, такие скрытные лайки. Вконтакте обещали дать побольше информации чуть-чуть позже, но лед двинулся. А если продолжать позитивные истории, то вот у меня есть, например, про девятилетнего Джозефа Уэйла Джозефа, Джозефа, мне заклинило. Джозефа Уэйла из городка Шрусбери. Ну, а если продолжаете позитивные истории, то есть у меня, например, по 9-летнего Джосефа Уэйла из городка Шрусбери, Великобритания И если вы подписаны на неновости ВКонтакте или на Фейсбуке, то уже наверняка видели эту новость А для тех, кто проморгал или не подписан до сих пор, рассказывают Парнишка любит рисовать настолько, что занимался этим в том числе на уроках, ну, как бы, как всем И учителям это, понятное дело, не нравилось, из-за чего у родителей Джо, как бы, был даже разговор в школе Драма! Но родители молодцы, сделали правильные выводы и отдали парня на дополнительные занятия по рисованию И тут у нас развитие истории, потому что достаточно скоро его способности заметили И в конце октября он получил приглашение от местного ресторана, number four, побыть немного Микеланджело и расписать им стены Точнее, стену главного зала При споряжении парня целая здоровенная белая стена, и это просто мечта любого ребенка Всего на стену ушло 12 часов работы и неизвестное количество маркеров, но результат, на мой взгляд, отличный И ресторану рекламы, и пацану радости, и вообще вин-вин по всем фронтам Способность у парня однозначно есть, и техника в наличии То есть, на мой взгляд, хорошо поставлена рука, и у него достаточно уверенный рисунок И не сомневается, есть что выразить Не уверена, что я так смогу В общем, удачи ему и развития Кстати, занятно, что кто-то даже умудрился заикнуться про детский труд Но мне кажется, что это реально не та ситуация Потому что парни просто разрешили делать то, что ему нравится И кому-то даже не детский труд, а шанс быть замеченным, строить карьеру, да еще и заплатили за это Наверное, информация про это оплату нигде не мелькала, так что это уже мои домыслы Ну и ладно, на сладенькое Что вы думаете об этом пушистом котейке? Милаха, да? Но вы как бы не ведитесь на то, что у него лапки Потому что, на самом деле, он дерзкий революционер И даже немного преступник И в нем живет дух бунтарства и тяга к свободе Короче, этого пушистого мятежника зовут Квилти И он каждый день совершал попытки побега из приюта Friends for Life в Техасе И как бы заодно несколько раз выпускал кота в соседей по комнате Работники пытались присять дерзкие побеги Блокировали ему ручку, двери и швабры Сажали его в одиночную камеру Все было тщетно Он сбегал и частенько срывал собрание работников Поскольку одному или нескольким из них приходилось срочно ловить усатого негодника Первый побег случился посреди ночи Который стал для работников кошмаром Квилти сбежал сам, а вместе с ним больше десятка соседей по общежитию И такая история не могла не прорваться в интернет И работники приюта рассказали о Квилти в Инстаграм и Фейсбуке С просьбой поскорее забрать кота домой и страдались Популярность кота возросла настолько, что у него появились свои сувениры И у меня, кстати, тоже сувениры есть Ссылочка в описании Я надеюсь, мне скоро дойдут руки их рассылать О чем это я Так вот, о коте рассказывали в интернетах И по телевидению И в соцсетях котейку прозвали политзаключенным И требовали свободы для этого котяра В многочисленных интервью о коте рассказывают, что в нем всегда жил дух мятежника В доме, где Квилти жил до приюта, он пускал внутрь собаку Хотя хозяева были против Ну, просто посмотри, как он пытается прокопать путь к свободе Это же как бы настоящий побег из мяушенка Кажется, лапки больше не являются оправданием того, что ты чего-то не можешь Но главное в этой истории что? Хэппи-энд! Квилти нашел новый дом и больше не пытался сбежать Спасибо всем подписчикам Неновости Плюс Которые, кстати, теперь базируются на Патреоне И отдельное спасибо мистеру Хомяку Зацените сайт Бандерольки Особенно если планируете заморские покупки С вами была Елена Рассохина и Любушка Голубушка Ей! Пока! Возрадуемся! В королевской семье родился ребенок И это мальчик! Дизлайк? Не, это было очень-очень...